привет друзья сегодня 8 января заканчиваются новогодние праздники и подходит концу наш новогодний марафон мы постарались скрасить ваш досуг выходные выпускали каждый день по одной серии надеюсь всем это понравилось и было не скучно тихими после праздничными после застольными вечерами мы кстати хотели сделать вам такой праздничный новогодний сравнительный тест-драйв и каруса и рено но решили этого не делать а задумка у нас другая сегодня мы начинаем две новые рубрики дима будет снимать 5-минутный обзор очень короткий но очень емкий рено трафик а максим подготовить несколько видео ответов по техническим вопросам о и карусе 256 приступаем давай увидимся световой день короткий сегодня мы расскажем про органы управления автобусом и карус 256 они в принципе идентичные из 250 модели конечно начинать надо с чего запуска автобуса у нас есть такая посередине волшебная клавиша которая включает массу автобуса в автобусе и карус конечно есть и замок зажигания очень похож на ключ от мотоцикла я во в принципе можно заменить любым гвоздем поэтому водители никогда его не вытаскивают но всегда стоит в сжатом положении этого хватает включения массы рядом возле замка зажигания находится оранжевая кнопочка она бывает и красный который отвечает за работу стартер нажимаем кнопочку все автобус работает потухла лампочка воздуха потому что в автобусе уже воздух накачен давление масла сейчас горит у нас чуть-чуть зарядка но мы создаем газу все она потухла на приборной панели и каруса целая россыпь приборов за что они отвечают с правой стороны у нас находится спидометр с одометром который показывает скорость понятно и километраж пробега автомобиля в большом кольце блок приборов который содержит себе несколько которых контрольных ламп и четыре датчика датчики за что у нас отвечает 1 давление масла 2 уровень топлива в баке 3 это температура охлаждающей жидкости и 4 вольтметр лампочка мы имеем посередине большую красную стоп в ней расположена две лампочки на самом деле одна из этих лампочек отвечает за давление воздуха в системе а вторая за давление масло поэтому если у вас на ходу загорается красная лампочка стоп не зря так сделали венгры то надо ребят ну реально останавливаться хотя автобус при падении давления в системе в воздушной будет по-любому вас останавливаться это такая защита от дурака которая разводит колодки тронуться на этом автобусе поехать можно только при наличии где-то четыре четыре с половиной атмосферы в воздушной системе после четырех колодки начинают разводиться автобус начинает медленно останавливаться ну и если честно как я не знаю как вообще можно тут уже передвигаться потому что уже с 5 атмосфер у вас начинает плохо работать сцепление после сцепления здесь тоже работает от пневма у вас понятно что тормоза уже не то давление потом у вас начинает опускаться на подушках сначала первый контур это передняя ось автобуса начинает такой как холодец быть подушки уже неровно стоят и начинают слаживаться кстати вот с такой проблемой мы столкнулись когда ехали изума не когда у нас была проблема с компрессором друзья это можете посмотреть а есть целое видео отдельно мальчик давай не судьба у нас доехать было несколько человек решила с нами от сетяга добровольно причем да да это так все тяготы нашего путешествия до конца охлаждающая жидкость его поступает масло поступает ну я грешу лично что что-то с поршневой от чего не такой перегрев идет а там вариаций может быть очень много скольных лечение продолжает свою воду романтики ну друзья в 6 утра мы легли спать а 8 как видите мы уже работаем и поклон не покладая рук что дальше у нас в органах управления у нас идет еще один колодец приборный это тахометр в принципе час автобус на холостых работает 500 оборотов в минуту чуть чуть больше обороты двигателя на 6 передач это 1700 1800 оборотов в минуту больше 2000 не рекомендуется хотя в пору своей молодости выкладывал где-то до двух с половиной тысяч оборотов но двигатель начинает кушать масло и моторесурсового сразу сокращается поэтому лично я не рекомендую в принципе 1800 1900 оборотов этого скорость в районе 100 110 километров в час во первых больше не надо потому что вы будете нарушать правила дорожного движения ну и во вторых на этой скорости автобус адекватно управляется останавливается но я думаю что больше просто не надо им у нас еще есть два маленьких приборчика кругленьких колодца это давление воздуха в контурах сейчас данный момент у нас по 7 атмосфер в каждом контуре это рабочее нормальное давление после 8 и 2 8 и 3 атмосфер в ресивера стоят специальные такие клапана их называют так простонародье солдатиками солдатами вот которые отвечают за что они спускают лишнее давление в системе может быть точнее не может быть я уверен что вы слышали как едет какой-нибудь автобус или грузовик и на ходу издает такие звуки так лишний воздух просто сбрасывается чтобы не навредить самой системе какие еще органы управления кнопки есть на приборной панели автобуса и карус начинаем справа налево первое что мы видим это пепелица раньше друзья можно было водителю курить на рабочем месте это было очень интересно понятное дело прикуриватель часы чтобы вы никогда не выбивались из графика чуть выше часов стоял магнитофон по моему видео тонн венгерский который комплектовался автобус завода дальше у нас идут кнопки зелененькая красненькая такие клавиши это которые отвечают за открытие и закрытие дверей зелененькая за закрытие красное за открытие дальше маленькая квадратная кнопочка это уже наш корчинг который мы влупили для чего потому что на автобусе установлен магнитофон с экраном навигация и понятно уже если такое ставили надо было поставить камеры заднего вида поэтому эта кнопочка отвечает за включение камер заднего вида следующая красная клавиша которая очень похожа на клавишу открытие и закрытие дверей это аварий знак аварийной остановки массу вот он замигал мигает лампочка как на самой кнопки так и на приборном щитке дальше у нас идут чуть выше у нас начинаются две контрольные лампы и две кнопки такие утопленные красивенькие значит контрольная лампа вот это отвечает красная за включенный стояночный тормоз но к сожалению на нашем автобусе на не работает нам заменить лампочку пока я не проверю рукой не нащупаю стояночные я не тронусь поэтому как бы она мне сильно не нужно поэтому не заморачиваться белая круглая кнопка это омыватель лобового стекла у нас даже вот гудит не знаю слышно работает но на зиму мыслили с него жидкость и вторая кнопочка которая была раньше такого цвета ближе к темно-вишневому сейчас она уже превратилась замызгана грязную коричневую эта кнопочка которая глушит автобус автобус у нас глушится тоже с помощью пневмосистемы про сами приборы мы уже с вами поговорили посреди торпеда находится у нас кнопка включения выключения массы переходим к левой панели со стороны водителя которая у нас очень сильно загружена клавишами что мы здесь имеем как я уже говорил тахометр ключ зажигания кнопка стартера и здесь куча куча клавиш за что отвечают эти клавиши первые две клавиши с левой стороны верхней это у нас дворники дворники как я вам уже говорил одном из видео у нас на каждый дворник свой моторчик поэтому синхронно они работать не могут тяги тяги соединяющих нету для чего это сделано на трассе когда вы идете да и по городу частенько когда идет дождь водителю вполне хватает своего водительского дворника поэтому тот гонять лишний раз мы просто нет необходимости я считаю это правильное решение вот эта кнопка следующая за дворниками она отвечает за подогрев зеркал но мы поставили зеркала с более раннего икарус еще без подогрева ну так вот захотелось такая блажь у нас было четвертая кнопка слева направо верхнем ряду отвечает на заключение противотуманок следующий ряд клавиш у нас отвечает за вентиляторы отопления и вентиляции друзья тут их столько натыкано но не зря икарус считался когда хороший карус считался очень теплым автобусом вот у нас включается вентилятор и я думаю что все это услышат это у нас их просто огромная куча стоит и впереди у водителя свой с левой стороны свой с правой стороны свой очень много вентиляторов благодаря чему в машине всегда зимой тепло и обдув поступает равномерно от зада до переда автобуса с кормы на носка говорится переходят третий ряд клавиш все отвечают за подсветку в салоне друзья вот у нас загорается свет отдельная клавиша свет водителя слабый свет в салоне сильный но в одних плафонах у вас стоит по два комплекта лампочек сейчас мы запустили один набор лампочек вот мы его включили выключили хотите ярче в салоне вот пожалуйста загорелась и загорелась и освещение в салоне ну и конечно самое главное что в автобусе это безопасность вот у нас стоит иконка приклеена эта вся система безопасности которая есть в этом автобусе вот конечно шутка иконка нам досталась от предыдущего хозяина но я как человек верующий менять ее на другую не стал пусть это все будет с этим автобусом это его теперь давайте перейдем как у нас включается сразу же вижу как включается свет на этом данном автобусе стоит камазовская гитара это такой подрулевый блок подрулевых переключателей если честно на гораздо удобнее даже я сам ставил когда-то еще в середине 90-х на свою карасу такую вот штуковину за что она отвечает вот эта клавиша это у нас включение габаритов ближний свет дальний свет и понятно вот это положение все выключено эта кнопка раньше отвечала за пневмосигнал на камазе мы ее переделали под горный тормоз очень удобно когда едешь с горы что такое горный тормоз если кто-то не знает это у нас торможение двигателем на всех грузовых бы но большегрузных на больше объемных машинах такая штучка присутствует нажимаешь эту кнопку и начинает тормозить двигателем автобус ну так вот мне лично удобнее комфортнее хотя завода стояла кнопка под ногой переделали под электрический сигнал камаза как он включался на камазе электрический сигнал это вы ручку поворотников тянули на себя и звучал городской такой негромкий сигнал ну что как бы пользоваться пневмосигналом в городе но не есть правильно но мы так переделали на один сигнал вот он у нас работает громкий хороший сигнал и вот же сама эта ручка и отвечает за переключение поворотов левый поворот правый поворот принципе как все на легковом автомобиле поэтому мне вот эта гитара нравится больше если кто-то хочет узнать как работала в оригинале на икарусе у нас еще все это осталось на доноре по моему мы не разобрали можно будет зайти туда и я все это покажу поэтому пишите в комментариях если интересно снимем отдельно ну что надо чтобы тронуться дальше да это снять машину со стояночного тормоза и включить передачу очень много вопросов комментарии вы задавали рассказать про схему переключения коробки передач на икарусе на икарусе что на городском что на междугороднем стоит шестиступенчатая коробка передач только на городском она перевернутая почему потому что двигатель находится не сзади а в базе на межгороде я напомню если кто-то забыл или не знает двигатель находится в корме схема переключения тут в принципе не такая сложная я например никогда первой скоростью на икарусе и не пользовался на лазе приходилось на туристе на икарусе я всегда трогался даже в загруженном состоянии но не в перегружена в загруженном если не на горку на сильный хороший крутой подъем трогать со второй передач 2 передача у нас включается чуть-чуть к себе и назад это у нас старая первая передача напротив вот она но мы трогаемся со второй как я вам говорил вот мы и включили третья передача у нас ушла вперед торпеда 4 вниз от 3 вот она 5 и когда вы уже разогнались назад 6 задняя передача включается друзья до упора к себе и вниз поэтому схема в принципе переключения передач ну как и на многих легковых автомобилях встречается поэтому очень удачно очень удобно если например на лазе намудрили это сюда потом туда но здесь все легко просто даже как сказать на интуитивно все это включается вот на городском конечно не чуть помудрили но тоже когда привыкнешь проблем не составляет с левой стороны за сиденьем внизу от и руку потянул вниз стоит ручка это кран стояночного тормоза пришлось немножко вылезти из-за руля чтобы вы увидели как работает став сам сам кран стояночного тормоза вот у нас ручка тянем ее вниз и подымаем вверх автобус снятся стояночного поставить на стояночный все автобус стоит на стояночном также здесь мы имеем блок управления микрофоном здесь когда-то стояла гушка родная сейчас этому все перепаивали кому интересно может посмотреть есть у нас в плейлисте восстановление карусах там все это написано также что я хочу вам показать это блок управления автономки дополнительная печка сильные морозы она нас к сожалению не работает потому что мозги еще не переставили с донора но это будет отдельная серия и отдельный рассказ было очень много вопросов в комментариях родная ли это подсветка красивая зеленая подсветка она не родная это у нас есть плейлисте как мы переделывали подсветку здесь уже стоит диодная подсветка завода было здесь все зелененькая но почему-то тахометр всегда горел желтым не знаю почему но так он был мы все сделали поставили сюда диодные кольца и стали хорошо читаемые приборы потому что не то что днем но днем она в принципе не надо но даже ночью самый яркий самая яркая подсветка но ничего разобрать особенно в этом блоке невозможно поэтому мы немножко так усовершенствовали в часики встроили но так получилось красиво гармонично вставили такой реостатик сюда который ее притушивает если сильно слепит делает ярче но мы есть на самом ярком положении ехали суммане не слепит все приборы читаемые но мне очень понравилось это такое наше ноу-ха задавайте вопросы обязательно будем на них отвечать по крайней мере на самые интересные на самые объективные ставьте меня в тупик потому что я хочу тоже разобраться и много чего для себя открыть ну и на этом сегодняшняя серия наша подходит концу чтобы не пропустить что будет дальше с этим и карусом какие он еще секреты хранит и пока не хочет их открывать подписывайтесь наш канал ставьте лайки не забывайте нажимать кнопочку колокольчика оповещение выходе новых видео чтобы ничего не пропустить и помните что мы куем для вас тесты на земле в воде и за рулем и карусы пока друзья